Стрелецкий бунт 1698 года Восстание московских стрелецких полков По официальной версии вызвано тяготами службы в пограничных городах Изнурительными походами и притеснениями со стороны полковников Предыстория В марте 1698 года в Москве появились В срочном порядке вызванные царевной Софьей Алексеевной 175 стрельцов из 4 стрелецких полков Участвовавших в азовских походах Петра I 1695-1696 Софья Алексеевна утверждала, что Петр I не является ее братом А значит во время его вторых годичного отъезда в Европу произошла подмена Оставленные в Азове в качестве гарнизона стрельцы Вместо ожидаемого возвращения в Москву в 1697 были направлены в Великие Луки Но прибыли самовольно для защиты царевной Попытка московских властей арестовать в Москве их челобичиков на заговор не удалась Стрельцы укрылись в Слободах и установили связь с царевной Софьей Алексеевной Находившейся в заточении в Новодевичьем монастыре 4 апреля 1698 года против стрельцов были посланы солдаты Семеновского полка Которые при содействии посадских людей выбили мятежных стрельцов из столицы Стрельцы вернулись в свои полки, в которых началось брожение Ход бунта 6 июня стрельцы сместили своих начальников Избрали по 4 выборных в каждом полку и направились к Москве Восставшие намеревались возвести на престол царевну Софью Ильи В случае ее отказа В.В. Голицына, находившегося в ссылке Правительство направило против стрельцов Преображенский, Семеновский, Лефортовский и Бутырский полки Дворянскую конницу под командованием А.Ш.Ильна, генерала П.Гордона и генерал-поручика князя М.Кольцова-Масальского 14 июня после смотра на реке Ходынка полки выступили из Москвы 17 июня опередив стрельцов, Айрепнин занял Новый Иерусалимский монастырь 18 июня в 40 верстах к западу от Москвы Восставшие были разбиты Бой у Воскресенского монастыря В бою у Воскресенского монастыря со стороны правительства участвовали Бутырский полк, генерал П.Гордон Батальон Преображенского полка, майор Николай фон Залем Батальон Семеновского полка, полуполковник Енглир Лефортовский полк, полковник Ю.С.Лим Артиллерия под командованием полковника Д.Граги П.Бобровский История Лейб-гвардии Преображенского полка Том 1 СПБ 1900 Казни стрельцов 22 и 28 июня по приказу Шейлина были повешены 56 пущих заводчиков Бунта 2 июля Еще 74 беглеца в Москву 140 человек были биты кнутом и сосланы 1965 человек разосланы по городам и монастырям Срочно возвратившийся из-за границы 25 августа 1698 года Петр I возглавил новое следствие В Москве казни начались 10 октября 1698 года Всего было казнено около 2000 стрельцов, биты кнутом, клеймены и сосланы 601 Пятерым стрельцам Петр I отрубил головы лично О массовых пытках и казнях стрельцов, в том числе и с личным участием царя Петра I, пишут многие историки Села казненных стрельцов долгое время находились у мест расправ с ними и только в конце февраля 1699 года Их распорядились похоронить около дорог ведущих из Москвы Специальным указом Петра на Красной площади и около могил были воздвигнуты каменные четырехгранные столпы с укрепленными чугунными плитами на каждый из сторон На них был выбит текст приговора стрельцам, зачитывавшийся перед казнями, с перечислением их преступлений Дворовые места стрельцов в Москве были розданы, строения проданы, следствия и казни продолжались до 1707 года, в конце 17, начале 18, в 16 стрелецких полков, не участвовавших в восстании, были расформированы А стрельцы, семьями высланы из Москвы в другие города и записаны в посадские казни стрельцов в изобразительном искусстве Эти события были изображены на знаменитой картине Василия Сорикова «Утрострелецкой казни», которая была написана в 1881 году